так все проверила подключайтесь пока мои дорогие включаю сейчас Анечку всем привет привет ставьте сердечки если хорошо видно слышно и все отлично так сейчас я включаю привет привет наконец-то что-то я себя не вижу но это не имеет значения главное что мы тебя видим все остальные видим видим просто картинка чуть-чуть подрезалась но да вот так вообще идеально я тоже тут немножко в спартанских условиях в московских пробочках мы с тобой сегодня на природе а ты прям передаешь настроение свежести я передаю привет в Одессе солнечной Одессе Нюша большое тебе спасибо что ты каким-то образом привлекла меня к созданию к созданию энергии вокруг твоей песни я же к песне не имею никакого отношения но то что энергия закручивается вокруг этого совершенно необыкновенное очень положительно очень ярко мне этот факт очень приятен и я хочу хочу поговорить с тобой об этой песне я хочу поблагодарить тебя, Анечка что ты так вообще секундно согласилась на всю эту авантюрку которую я предложила просто мои хорошие я вам в двух словах расскажу что я как раз прошла марафон Ани и мне прям пришла в голову идея что почему бы и не сделать классный переход и не поделиться вообще вот всеми контактами да которые за последнее время так сильно повлияли на мою жизнь это люди которые предлагали свои инструменты да свои марафоны свои практики да всевозможные и я понимала что каждый из них действует ну на разные запросы но самое главное что действует это очень круто и в том числе марафон Анечки который называется автор жизни с которого вот у меня тоже многое началось многие осознания вообще и инсайты и поэтому я собственно говоря срочно связалась просто с Аней и предложила ей поговорить на тему счастья так и началось наше сотрудничество чтобы вы знали вот я еще раз благодарю тебя за вообще такую проделанную работу чтобы вы понимали сначала это было сто вопросов а не человек который просто если берется то делает на сто пятьдесят процентов я просто была в шоке она мне прислала эти сто вопросов я думаю так как же сейчас на все это ответить и чтобы мозг еще работал на восьмидесятом ответе это может даже и хорошо для желающих для людей которые хотят любят проходить тест и мы оставим тест на сто вопросов ну пока давай сразу успокоим наших зрителей что это всего лишь двадцать вопросов остались но мы перескочили я хочу сказать что я когда слушала твою песню конечно же я ее прослушала много раз очень зажигательная очень такая песня которую хочется слушать и вникать в слова у меня были мурашки особенно наверное ты знаешь на каких словах что бесполезно ожидать получить другой результат совершая одни и те же действия конечно вот это вот ощущение счастья ощущение каждый человек стремится к счастью конечно но рутина поглощает очень многих и люди привыкли к каким-то действиям ходят на работу приходят домой день сурка это то что очень часто людей втягивает но все равно человек хочет все время какого-то роста в своей жизни и если продолжать вариться все время в одном и том же то ждать что счастье придет или время придет это совершенно бесполезная вещь потому что время к сожалению не то чтобы не приходит а просто безвозвратно утекает и безвозвратно уходит есть такое особенно это понимаешь конечно уже попозже да но самое главное что все-таки первый шаг это действительно это просто понять что так происходит и для меня конечно тоже очень много открытий за эти несколько лет вроде бы ты делаешь все что как бы схематично должно сделать тебя счастливым там ты зарабатываешь ты стремишься там быть не знаю идеальной ты стремишься быть хорошей ты там вот по всем пунктам стараешься угодить и потом возникает вопрос а угодить кому как бы себе либо чтобы что либо все-таки встает выбор ты хочешь быть хорошей или счастливой и это очень ну такой ответственный момент чтобы если ты уже проанализировал и поймал себя на этом дальше все-таки не оставлять все как есть а что-то предпринимать и начать вот я считаю что надо просто с этой мысли с этого желания искреннего да вот я только что у меня был прямой эфир на телеканале РУТВ и тема тоже была про счастье не знаю может быть конечно не случайно но в прямом смысле ну все конечно не случайно и когда меня спросили что для тебя счастье я прям четко сразу же поняла что счастье это выбор и выбор который зависит от каждого из нас и он может быть да сделан ежесекундно вот просто в любой момент твоей жизни в наших руках и в этом плане вот твой крутой марафон автожизни то есть ты там понимаешь куда ты начинаешь ускальзывать от этого счастья каким образом где эти ловушечки где эти нюансы поэтому вот лично мне он очень помог за это я тоже тебя благодарю это крутейший инструмент в современном формате когда ты можешь вообще там чистишь зубы едешь на работу включил слушаешь и просто тебя осеняет периодически тебя посещают эти инсайты как ты раньше думал чего ты не замечал и в общем-то это огромная работа которая в дальнейшем дает свои плоды и делает тебя в итоге все счастливее и счастливее да спасибо и ты когда сказала об ответственности что счастье это ответственность что счастье это выбор это еще и очень тонкая грань то есть еще и кроме ответственности ответственность безусловно с ответственности все начинается а сама ответственность понятие ответственности начинается с момента когда ты понимаешь где у тебя провал потому что есть люди которые вроде бы делают шаги для того, чтобы быть счастливым, но вот как в этом анекдоте, когда шарики не радуют, бракованные. Вот вроде бы шарики все у меня тут в охапке, но они бракованные, они не радуют. Это именно потому, что многие люди не осознают, что вроде бы они что-то делают для своего собственного счастья, но эти инструменты либо им не подходят, либо не эти действия им нужно делать. И вот именно для того, чтобы каждый человек смог разобраться в степени своего ощущения счастья, не ошибается ли он в своих переживаниях, вот как раз мы с Нюшей сделали этот тест. Да. Как сделали, да, Нюша, я считаю, что ты прямо очень серьезно руку к этому приложила. Нюша попросила меня, чтобы я сделала тест на то, чтобы человек мог пройти его и понять, где что у него. Внутреннее ощущение, да. Внутреннее ощущение счастья, да. Но это такое очень емкое понятие. А я как человек структурный, я разложила быстренько это все по полочкам, и у меня прекрасно получилось 100 вопросов. Очень красивый тест, глубокий, который действительно дает по каждой сфере очень четкий балл. Еще более подробное. Да, и Нюша говорит, Даня, ну, это никогда не будет. Это, конечно, круто, но начинать большие перемены стоит с маленьких шажочков. И для меня, на самом деле, огромная победа, что, в принципе, люди переходят по QR-коду и проходят хотя бы эти 20 вопросов, и вообще задумываются на тему того, а счастливы ли они, да, и чего не хватает. Потому что, вот я хотела бы задать тебе вопрос. Мы же огромное количество фильмов смотрим, да, про карьеристов, да, там, в том числе, самый, мне кажется, известный на эту тему, классный комедийный фильм. Дьявол носит Прада. Да, да. Где показывают героиню, да, женщину, которая добилась серьезных успехов. И показывают другую сторону ее жизни, да, где она несчастлива, да, в семье, дома. И, на самом деле, долгое время, в общем-то, у людей формируется ощущение, что это нормально, что когда ты добиваешься успеха в одной области, то вторая обязательно будет контрастно страдать. Да. И я, кстати, была тоже вот где-то в этих рядах, я сомневалась, что так бывает. Но потом появлялись яркие примеры, да, актрисы, да, исполнительницы какие-то зарубежные в основном, да, которые умудряются совмещать все. И очень круто. И я смотрю на них, думаю, блин, ну это вандервумен просто. Как это получается у них? Если получилось у них, ну, значит, я тоже так могу. У нас ведь есть, солнце для всех светит одинаково. И это был для меня такой большой инсайт. И в тот момент я сделала выбор. Я сказала, я тоже так хочу. И я буду все делать для того, чтобы у меня это получалось. И, конечно, Москва не сразу строилась по маленьким шажочкам, но я двигаюсь вот в этом направлении. И я верю, что так в моей жизни будет. Вот как ты думаешь, сейчас, на сегодняшний день, этот как бы некий ярлычок еще висит в воздухе? Ярлычок по поводу того, что если где-то хорошо, то в другом месте плохо. Безусловно, это самое, пожалуй, распространенное ограничивающее убеждение. Ну, вообще, очень много ограничивающих убеждений. И я так немного забегая вперед, пробегусь по этому вопросу, что нами управляют, нашей жизнью управляют наши убеждения в очень большом проценте. То, во что человек верит, собственно, по вере нашей, это будет нам. Да? Да. Это высказывание тоже интерпретируется немного по-разному, немного неправильно, но тут про убеждение. Если ты считаешь, что если у тебя есть деньги, значит, в другом сфере у тебя будет что-то не то, например, в семье. Ты не сможешь семье отдаваться, если ты будешь работать над своим финансовым положением. То, значит, так и будет. А если вот как ты захотела, чтобы у меня было гармонично во всех сферах, то, конечно же, так будет. Безусловно, этому нужно научиться, потому что старые ограничивающие убеждения за нами хвостом еще бегут. А кроме этого у нас еще есть родители, которые нам внушили эти убеждения, которые нас ограничивают в нашем развитии. А еще кроме родителей у нас есть еще подруги, друзья и так далее. Там разные люди, которые влияют. Учителя в школе, воспитатели в школе. Наше окружение. Наше окружение, конечно. Даже подспудное. Даже когда ты читаешь каких-то людей, если они высказывают ограничительные суждения, то, конечно же, это тоже имеет определенный воспитательный процесс на массы. Я бы не хотела сейчас особенно рекламировать «Марафон автор жизни», но там очень серьезно действительно я работаю над тем, чтобы эти ограничивающие убеждения заменить на расширяющие. И это действительно возможно во всех сферах быть гармоничным. И, собственно, счастье из этого и состоит. Когда у тебя везде, на всех уровнях, все хорошо, то ты будешь испытывать вот это перманентное ощущение счастья, переживание счастья. Тебя будет все радовать. Ты будешь просыпаться, ты счастлив. Ты куда-то идешь, и ты счастлив. Ты делаешь, ты работаешь, ты счастлив. Ты отдыхаешь, ты счастлив. Ты счастлив во всем. Это возможно. И наш тест построен именно по этому принципу, для того, чтобы определить слабые места, для того, чтобы определить пробелы, где именно нужно работать. И, Нюша, благодаря тебе, с твоего пинка, с твоей подачи, я решила, что я напишу марафон, который будет называться «Займись собой». Он, собственно, уже начал писаться. И я торжественно сейчас, вот при всех у тебя такая многомиллионная аудитория, я сейчас объявляю о том, что первый эфир выйдет 19 сентября, в субботу. Я его буду проводить, будет выходить один эфир в неделю. И этот марафон будет абсолютно бесплатный, потому что Нюша занимается много благотворительностью, очень много ты делаешь для людей. Ну, не столько, может быть, благотворительностью-благотворительностью, вот в том понятии, как мы привыкли думать, но ты работаешь над экологией, ты выпускаешь такие тексты, такие песни, ты хочешь, чтобы люди вокруг тебя были счастливыми. Поэтому я исключительно из благодарности тебе за твою работу делаю тоже такой вклад со своей стороны. Я пишу этот марафон, он будет состоять, скорее всего, что из шести эфиров, но он будет абсолютно бесплатный, и я ничего не делаю наполовину. Он будет абсолютно полноценный, такой, что человек, пройдя его, точно получит результат. Если он будет работать над собой, он получит результат, научится находить слабые места у себя, и работать над ними для того, чтобы повысить качество жизни во всех сферах, хоть по очереди, хоть во всех одновременно. Это очень здорово. Я поздравляю, сегодня запускал. Это круто. Мы прямо твою песню поставим гимном перед каждым эфиром, будем ее крутить. Многие спрашивают, почему именно эта песня, потому что сама по себе, то есть в отличие, допустим, от самой первой широкоизвестной песни, которая познакомила меня с большинством моих поклонников, «Выбирать чудо», она... Ну вот разница в 10 лет. То есть «Выбирать чудо», она очень такая прям, ну как сказать, это такой, можно даже сказать, психологический. У меня возраст ребенка был в тот момент, то есть, который верит в чудеса, и самое главное чудеса и происходят с теми, кто в них верит. И я просто тому пример, потому что на моих глазах просто все мои мечты начали сбываться, и я поняла, что это не какие-то вот, я не знаю, это не магия, что это наша жизнь, и мы можем приложить все усилия для того, чтобы наши мечты исполнялись. И я просто вот ходячий тому пример. Сейчас я понимаю, что жизнь, конечно же, она как зебра, и черно-белое состояние, да, вот этой как бы некой дуальности, оно дает нам возможность через черные полоски, да, трансформировать себя, да, и стать, ну, более опытным уже, да, проходя через все эти испытания, да, какие-то вот, которые выпадают каждому свои. И вот в том числе, то есть эта песня, вот это состояние, которое там есть, да, то есть мне хотелось максимально передать, что это бывает, ну, практически с каждым человеком, вот какая-то потерянность, да, после достижения определенных целей, ты как бы в какой-то момент теряешься и думаешь, а что дальше, а куда дальше, зачем дальше. и вот нащупать себя, нащупать свои искренние желания, да, и самое главное, но все равно мы стремимся быть счастливыми, нам нужна любовь, мы хотим любить, и мне хотелось передать, вот что не убегать от проблемы, а все-таки идти ее решать. И ты очень мне помогла с этим вопросом, конкретно решить проблему, досмотреть до конца фильм, ну, клип, и просто зайти по QR-коду, пройти этот тест, и начать что-то дальше делать, что-то менять. И это, конечно, ну, для меня огромный прям шаг. Я счастлива, что это все получилось, сложилось просто на наших глазах. Очень круто. Я только единственное думаю, как бы технически это сделать, то есть я сейчас пообещала, да, что люди, которые, твои зрители, которые пройдут тест по QR-коду, что они гарантированно пройдут этот марафон бесплатно, если захотят, конечно. Наверное, подписывайтесь на меня, что ли, и следите за анонсами. Да, и следите за анонсами, и мы в скором времени, у меня в шапке будет, в шапке профиля будет переход на именно эту группу, и, ну, я считаю, что это будет очень... Это какой-то новый шаг будет, какое-то новое слово будет в нашем с твоем сотрудничестве. Да, это точно. Я вот не занимаюсь экологической переработкой одежды, но я с очень большим уважением отношусь к твоему делу, и считаю, что это очень круто, то, что ты делаешь, и то, к чему ты призываешь. Благодарю. Ну, все, опять-таки, начинается с маленьких шажочков, поэтому мы все можем, просто надо поверить в себя и что-то делать, поэтому я думаю, мир сейчас прям на грани серьезных перемен, и это происходит и в видимом, так называемом, поле, то есть мы видим эти перемены. И внутренние перемены, то есть вот даже то, что с нами произошла самоизоляция, то, что мы оказались в таких условиях, в которых никогда раньше просто не находились, тоже глобальные перемены, внутренние, и не для всех приятные, безусловно, и выход из зоны комфорта, но отсюда и начинаются перемены, потому что для некоторых по-другому, ну, просто не получилось бы. И я верю, что это происходит из большой, огромной, необъятной любви к нам, для того, чтобы мы становились счастливее и в итоге стали все-таки лучшей версией себя. Абсолютно с тобой согласна, потому что очень многих, эта самоизоляция очень многих научила, изменила, создала условия дополнительные. Я смотрю, как некоторые люди прямо переобулись на ходу, и у них появились какие-то новые возможности в бизнесе, прямо низкий поклон им, и они большущие молодцы, что не отчаялись и выровнялись в этой ситуации. Конечно, некоторые воспользовались в другом случае, ну, это уже их выбор, как говорится. Но, мне кажется, все равно большинство как-то с высоко поднятой головой прошли через это. И я думаю, что нам уже больше это не страшно. Самоизоляция уже как-то так. По большому счету, да. Я тогда расскажу, что как только началась изоляция у нас, у нас, я имею в виду, и Россию, и Украине. В Украине началось это раньше. Вообще, вот это вот массовое неприятное ощущение переживания. Я увидела прямо истерию у многих людей. Ко мне очень многие обращались по поводу того, Аня, что делать, куда бежать. И действительно людям требовалась психологическая помощь. И это было первым моим шагом к тому, что я взяла тогда и написала марафон, который называется «Антипсихоз». Он тоже абсолютно бесплатный, абсолютно бессрочный. То есть любой человек в любой момент времени может его пройти. Можно перейти на мой профиль, и в вечных сторисах есть ссылка на «Антипсихоз». Просто нажимаете и попадаете в этот марафон. Совершенно бесплатен. И многие люди уже после того, как вот этот ажиотаж с ограничением в перемещениях, скажем так, прошел, этот марафон помогал им и в других сферах тоже. То есть если они испытывали стресс, какие-то серьезные переживания в каких-то других вопросах, не только касаемо коронавируса, это им тоже очень сильно помогало. То есть его можно применить к очень многим сферам. Поэтому если у вас есть желание, приходите, я буду очень рада. Он абсолютно бесплатный, я повторюсь. Такой вот мой социальный вклад в это. Конечно, это супер. Это супер. И вообще мне кажется, что за последнее время в принципе большинство людей начало понимать, что есть огромное количество ресурсов именно через интернет, через социальные сети как-то проявляться. То есть помимо того, что, допустим, раньше мы понимали, музыка, артисты начали делать много продукта, выкладывать в интернет. Сейчас в дальнейшем это были блогеры. То есть они появлялись, снимали какие-то забавные видео, снимали глубокие интервью и так далее. А сейчас мы понимаем на сегодняшний день, что столько еще впереди новых открытий, новых профессий, удаленная работа. Допустим, мои друзья тоже, секира, рассказывают максимум про удаленную работу. И появляются просто с каждым новым днем разные направления. И вот то, что я открыла для себя, и в том числе, и марафоны, и вообще возможность делиться информацией. То есть на сегодняшний день все-таки, да, там личный блог в Инстаграм или где-то еще. То есть не просто так показать фоточки, где ты был вчера, где ты тусил с друзьями, а ты там реально еще выкладываешь полезную информацию. Ты делишься рецептами, как минимум. Ты рассказываешь о себе. Даже вот то, что ты рассказываешь о себе, уже откликается людям в таком количестве. А если ты запускаешь еще какие-то проекты, ну, нам просто развязали руки и сказали, да делайте, что хотите. И там у тебя нет работы, вот возьми, придумай себе сейчас, пожалуйста, вот тебе ресурс, придумай работу. И это мега крутое время, я считаю. Если сравнить 10 лет назад, как мы существовали, что мы делали, какие у нас были возможности. И сейчас, да, это просто вообще небо и земля. Как круто все развивается, и сколько ресурсов, сколько возможностей, сколько людей, людей открытий даже, я бы так сказала. От слова прям открытия, да. И персонажи, которые просто несут свои идеи с такой скоростью, да, в том числе с темой экологии и так далее. Это прям очень круто. Единственное, что я хочу добавить, что, конечно, не каждый человек может с наскока придумать, чем бы ему заняться, если он был привязан вот к такой физической работе, куда нужно приходить в офис и так далее. Я знаю даже некоторых людей, у которых работа совершенно спокойно позволяет работать на удаленке онлайн, но они не могут. Они испытывают прямо очень большой дискомфорт, им необходимо приходить в офис. Менять обстановку, да. Да. То есть это не каждый может сделать по щелчку, да. Но есть другие люди, которые могут этому научить. Курсы, которые можно пройти. Есть курсы, с помощью которых можно понять, чем тебе лучше заниматься, да, как применить те знания, которые уже у тебя есть для того, чтобы выйти в онлайн. Возможности есть. Их нужно просто спокойно искать. И просить, я всегда говорю, что просите у Вселенной искренне, помоги мне, покажи, подскажи, не дай мне миллион долларов, да, а подскажи мне путь, где я могу взять этот миллион долларов. Это совершенно другая позиция. Это не позиция пассивная, когда вот я жду... Сидишь на диване, скиньте мне что-нибудь сверху. Да, у меня есть точно такой красновечивый пример в моей жизни, когда я знаю, что когда просишь, ну, это как-то вот всё равно жизнь подкидывает какие-то другие варианты. Когда ты говоришь, скажи мне, как я могу пойти и взять этот миллион, то тогда прямо море возможностей открывается. Как в том анекдоте, да, как минимум тебе приходит мысль в голову, что можно пойти и купить лотерейный билет. Это тоже... Конечно, да, это точно. Я, кстати, хотела напомнить, мои дорогие, кто ещё вдруг не слышал, не видел клип, не слышал песню, заходите, у меня ссылочка, ссылки... В ссылке... В шапке профиля, да, сейчас кликайте, смотрите, проходите тест вообще, высказывайте свои мысли на этот счёт. Мне очень интересно, какая у вас реакция и какие у вас, может быть, инсайты, что вам откликнулось. Нам вот вообще с Анечкой очень интересно получить кидбэк от вас. Да, это прямо очень важно. И у меня совсем скоро ещё будут очень хорошие новости. Но за этим... Ждём? Да, нужно будет уже отслеживать в моём инстаграме. Совсем скоро расскажу. Я очень люблю хорошие новости. И я всем рекомендую следить за хорошими новостями. Вот есть люди, которые любят посмотреть какие-то такие вот кровожадные новости, где что случилось плохого. Я рекомендую, ищите хорошие новости, у кого что произошло хорошего. Отмечайте это, заведите себе дневник благодарности. У меня есть упражнение ещё, кстати, тоже его... Оно бесплатное, его можно найти на YouTube. называется «Из всё пропало в попёрло». Простое упражнение, которое делается в течение 10 минут каждый день. И оно помогает выйти из самой плохой ситуации, самой неприятной. Помогает... Вселенная начинает сыпать, как из рога изобилия. Прямо вот... Потому что ты меняешь мышление. Человек начинает переть просто. Да, меняется мышление. Начинает переть просто со всех сторон. Вот так вот оно работает. Удивительно, но так. Это созидательное мышление, да, когда ты отмечаешь именно позитивное, хорошее, и ты как бы тем самым приумножаешь это, и вокруг формируется некое твоё там поле, да, которое... И ты начинаешь притягивать таких людей, ты как бы начинаешь притягивать эти события. Это, на самом деле, очень важно. Именно так. Когда ты видишь, что у кого-то что-то хорошо, и ты благодаришь Вселенную за то, что у этого человека так хорошо, и ты об этом узнал, и ты понимаешь, что у тебя тоже так может быть, и ты можешь сделать запрос Вселенной. Дорогая Вселенная, я тоже так хочу, как это здорово, я тоже так хочу. Конечно. И Вселенная с радостью даёт эти возможности. Просто с радостью. Она относится к нам, как к детям. А когда к нам подходит ребёнок искренне, с улыбкой, с радостью, у нас что-то просит, разве можем мы ребёнку отказать? Конечно, нет. Я, кстати, хотела ещё рассказать, вот ты когда говорила про убеждение, на самом деле, когда думала самые первые мысли ещё на тему, как дальше развивать события, чтобы люди переходили и получали какую-то полезную информацию после клипа и после песни. И сначала я хотела сделать акцент на убеждениях, потому что вот лично мне эта тема была прям невероятно, конечно, полезна. Вообще осознать, что убеждения так сильно влияют, да, потому что раньше я всё время сталкивалась с вопросами, то есть я вижу людей, которые живут по приметам, как там, ну, в частности, моя бабуля, так, сейчас вернулась, быстро поплю через левое плечо, посмотри в зеркало там и так далее, кошка чёрная пробежала и так далее, то есть, ну, прям запуганные на каждом шагу вот эти вот приметы, да, и я понимаю, что у меня постоянно кошки чёрные передо мной пробегают, а у меня всё хорошо, у меня всё хорошо, и не плюю я через левое плечо и так далее. И как бы люди, которые верят в приметы, то есть, у них действительно многие вещи по приметам происходят, но я беру, примеряя это на себя, я говорю, вы знаете, ну, а я живу совершенно по-другому, и у меня всё хорошо. и вот в этот момент тоже было такое у меня, ну, было озарение, что это просто тоже мой выбор, в том числе, вот, как бы жить в этом или в этом. И то, что касается убеждений, это очень похожая история, то есть, ты живёшь по убеждению, который когда-то сформировала, допустим, твоя мама или твой папа или твоя бабушка, сказала какую-то фразу, что там, не знаю, деньги зарабатываются сложным путём, и ты, как бы, всю жизнь так и считаешь. А есть люди, которые живут с убеждением, что деньги зарабатываются легко, и живут так, что деньги зарабатываются легко. И это такая простая вещь, но она так сильно влияет на твою жизнь. И когда я это осознала, это, конечно, прям просто переворот был. И мне очень хочется этим поделиться и открыть эту Америку как бы для всех, потому что, когда ты начинаешь перелопачивать свои убеждения, выписывать их, вообще задумываться, что тебе когда-то кто-то сказал, ты вытаскиваешь эти фразы, записываешь, и просто на твоих глазах формируется твой маленький мир. То есть вот эти все убеждения, это твой маленький мир. И как только ты превзносишь туда изменения и начинаешь как бы работать, чтобы все формировалось по-другому, все на твоих глазах меняется, просто моментально. И это, конечно, волшебство. Это такое крутое волшебство. Прям очень хочется, мои хорошие, чтобы у вас тоже так происходило, чтобы все менялось только к лучшему. И за это в том числе, вот, Анечка, я тебя благодарю, что и в твоей работе тоже заложено вот эти легкие перемены. Просто послушать, да, и начать что-то менять, анализировать. И как это круто, что все просто начинает моментально меняться. Я про убеждения еще скажу буквально одно слово, что не каждый человек даже сразу может осознавать, где у него ограничивающие убеждения. Вот действительно человек живет и не может понять, почему он не может заработать такую сумму денег, какую он хочет заработать. И только правильно поставленный вопрос поможет этому человеку эти убеждения откопать. это вот так вот по щелчку к сожалению не делается, но у меня есть инструменты, приходите, я совершенно искренне этим делюсь. Да, да, круто, что вообще мы действительно на сегодняшний день понимаем, что это можно поменять, есть инструменты и это не то, чтобы тебе нужно там, не знаю, какую-то серьезную операцию проводить, а это просто, это очень просто. Ну вот вообще, это на самом деле элементарно. В общем, очень много эмоций, очень много эмоций вообще на этот счет. Вот, поэтому, ребята, все в ваших руках, все в ваших руках. И знаете, я в вас верю. И я в вас верю. Я тоже, я работаю, живу и пишу все эти вещи именно для тех людей, которые хотят меняться. Есть люди, которых устраивает их качество жизни, не вопрос. Но есть люди, которые просыпаются, вот я говорю, что есть люди, есть спящие, которых устраивает их жизнь, такая простая и день цирка, да, то, с чего вы начали. А есть люди, которые просыпаются, они понимают, что это все можно изменить, только не знают, как. Вот для этих целей я и обещаю, вот я сейчас пообещала, что выйдет бесплатный марафон, его можно будет пройти и менять свою жизнь. Так что переходите по QR-коду, смотрите, проходите и делайте свой выбор. Выбор, быть счастливым. Я думаю, что мы сегодня просто максимум вообще обсудили, Анечку, да, пожелаю всем хорошего настроения, брать на себя ответственность за свою жизнь и выбирать, конечно же, быть счастливым. Это очень важно. Так что благодарю, Анечка, за этот разговор. Я благодарю, да, за то, что пригласила на эфир. Большое спасибо. Вот, так что передаем вам привет, целуем. и до новых встреч. Спасибо. Пока. Пока-пока.